В городском округе продолжается проверка готовности ресурсоснабжающих организаций к холодам. Круглогодично готовы к аварийным ситуациям работники Люберецкого водоканала. Смотр техники и бригад оперативного реагирования провел Владимир Ужицкий. Надеюсь, что мы зиму пройдем без всяких провалов, эксцессов. И зимой, и летом 71 спецмашина и 600 работников Люберецкого водоканала делают все для того, чтобы люберчане не ощутили на себе. Сбои в системе водоснабжения. Зима – отягощающий фактор в устранении неполадок на сетях. Четыре аварийные бригады укомплектованы теплой спецодеждой и снаряжены всем необходимым, чтобы ликвидировать ЧП в кратчайшие сроки. Зимой единственное, что усложняет – это отопление. Котельные не могут работать на своем запасе, поэтому мы обязаны в течение хотя бы двух-трех часов локализовать, как минимум локализовать аварию. Дать тепло, воду по любым видам. Сложные аварии бывают, потому что мы сейчас приняли много поселков. Малаховка, там меньше часть, больше часть Томилина, Коросково, где действительно состояние сетей ожидает лучшего. Хотя для проведения аварийно-восстановительных работ необходимы машины и специальное оборудование, все же главное в этой работе – профессиональные навыки сотрудников. Люберецкий водоканал по праву считается одним из лучших в регионе. Люберецкий водоканал имеет хорошую свою историю. Здесь хороший коллектив, профессиональный коллектив. Коллектив сегодня оснащен всей необходимой техникой, оборудованием, современным оборудованием. Мы в отопительный период, зимний период должны пройти на уровне, даже если будет авария, они должны устраняться очень быстро. В скором времени готовность к холодам проверят и в управляющих компаниях Люберецкого округа. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий. Субтитры создавал DimaTorzok